Девушки отдыхают Также нам нужно засеять поле номер 14 Ну и естественно подготовить поле номер 21 Короче говоря, мне кажется, что от безделья мы с вами страдать не будем По крайней мере не сегодня Если вчерашняя серия у нас действительно получилась такая Довольно таки расслабляющая То в этой серии придется немножко поработать Окей Как вы помните, я говорил в прошлой серии буквально вчера Если посмотреть по событиям игрового мира Что мы будем убирать с вами эту самую канулу ночью Но, к сожалению Или к счастью Наверное, все-таки к счастью Канула все-таки созрела утром, а не ночью Так как ночью нужно спать Это не относится, конечно, к тем, кто смотрит это видео в интернете среди ночи Хе-хе Да смотрите уж как-нибудь Хе Окей Так, сейчас Я даже сюда, в принципе, трактор с прицепом не ставлю Так как тут, вы видите, поле у нас Совершенно небольшое Сюда потом нужно будет еще плуг пригнать Короче говоря, вот так будем технику туда-сюда гонять Так, трактор В принципе, мы можем вот так сделать А именно, сейчас сделать один прокос Посмотреть, что тут с урожайностью Ну, конечно же, вы видели, да, что я сделал один прокос И у нас получается полтонны с одного прокоса Но мне так нравится этот новый свой комбайн Что я, пожалуй, еще разок проедусь И вот даже мы можем вот так сделать вид из кабины Хотя, вот Не очень удобен тем, что я не вижу, где же там край То ли мы по краю едем, то ли наоборот сейчас Вылезем за край И что еще заметил, смотрите Вся пыль летит прямо в кабину Хе-хе Это несмотря, что здесь у нас кондиционер стоит Так Ну да, все правильно, полтонны Полтонны мы с вами получаем Но дело в том, что это поле было неудобренное Поэтому удивляться тут, собственно, и нечего Так, разворачиваем А что вот интересно, если мы вот так с вами будем ездить Вернее, сейчас мы вызовем Петровича уже Пока будем мотаться плуг, сейчас сюда нужно притащить То пускай Петрович постепенно здесь все убирает Так, интересно, получится у него, не получится Сейчас взглянем Вроде бы неплохо Справляется Сонный, конечно, я понимаю Но что поделать Окей Возвращаем технику назад Вернее, наш трактор У нас тут есть с вами Такой вот телепортер Еще древних остался Сами туда телепортируемся И тут у нас Иваныч закончил Кстати, смотрите Вот Он же, пожалуй, здесь и культивацию проводил Вы видите, стерня Эх, Иваныч, Иваныч Ладно, сейчас посмотрим Вот это поле, кажется, нам тоже нужно культивировать Не уверен, я не помню Или я его скультивировал уже Сейчас взглянем Если будет Сеять, то значит тут все в порядке Культивация здесь не нужна И, пожалуй, здесь мы уже сами выберем овес Так, поехали Нормально Значит здесь и посеяно, и удобрено Я просто уже забыл Окей Тут работа кипит Здесь тоже кипит И сейчас забираем культиватор Едем Обрабатываем поле номер 21 Потом едем на поле номер 2 Как я уже и говорил Там собираем канолу И нужно туда также прицеп переправить Короче говоря, полей у нас много Они находятся в разных частях Нашего хозяйства И приходится вот так вот Таким вот образом Туда-сюда мотаться Перебрасывать то одно, то второе Так Кстати, я видел на скриншотах Настоящий автопоезд Из нескольких прицепов Я вот думаю Нельзя ли сделать так, чтобы Тащить сразу же прицеп И за прицепом культиватор Проверять я не буду Так как здесь Я так подозреваю Придется очень долго Выписывать фигуры высшего пилотажа Чтобы их присоединить Но вообще мысль интересная Кстати, что там у нас Есть? Нет Вот здесь я как-то срезал Как вот сейчас Но тут я вижу Здесь просто камня Камней нет А ехал с другой стороны И камни там Короче говоря, ехал с прицепом Едва прицеп не отцепился Так что Как говорится в пословице Да, тот, кто ходит По прямой Дома не ночует Вот что-то типа такого было Если бы здесь была Система разрушений Транспорта Или тракторов И всего остального То наш трактор был бы Без двигателя Скорее всего Да и прицеп бы мы с вами Не довезли уж точно в пшеницу Так Иваныч, конечно же, не успел И это естественно Поэтому пускай он там работает А мы с вами вот здесь Мы работаем давненько Я уже не садился за культиватор Откровенно говоря Все трактора Да трактора Поэтому, как говорится Тряхнем стариной Так Я уж не помню Тут, кажется, на первой скорости Окей Получается Не запомнят руки Помнят Помните, как из фильма Когда деревья были большими А вот так и у нас Вот только то, что я говорил Что не очень удобно Нам, скорее всего, вот так Нужно будет делать И, пожалуй, мы сейчас Сразу же так с вами и начнем Чтобы каждый раз Не упираться в скалу И вот так поставим И там, мне говорили в прошлой серии Помните, мы с вами отдыхали Бегали Беседка вот там где-то на горе Что где-то там находится подкова Которую я, конечно же, не заметил Если сейчас оправимся То может быть и смотаемся Не знаю Но работы много Отдыхать уже, пожалуй Нам с вами сегодня не придется Ну-ка, как это из кабины Ну так себе Как я предполагал Едем в сторону То же самое, как я и предполагал Из кабины Чтобы сидеть И работать Еще нужно здорово Приловчиться Иначе приходится Вот так тогда Все вот эти Наши недочеты Исправлять Окей Так, Иваныч здорово пошел Да, смотрите Пожалуй, пожалуй Я тут уже Кто там тут у нас Иваныч Петрович Вернее, это Петрович У нас работает Давайте Сидорыча Попросим Ну-ка, Сидорыч Покажи класс Показывает Окей Но нам-то Кстати Нам-то пока сейчас Делать нечего Одна техника занята Вторая и третья Тоже занята И пока наши Наемные работнички Работают Давайте все-таки Сгоняем Посмотрим Было сказано Что там где-то подкова Но сейчас попытаемся Ее найти Водички только Вот сейчас попью Холодненькое Классно С самого утра Хотя я не отказался бы И от чашечки Горячего чая С бутербродами Так Грибочки еще Это у нас Подберезовики Насколько мы помним Да? Находили уже с вами Так Тут подковы нет Нигде Работают Где-то вот тут Насколько я помню Мне говорили Да? Ты упустил Подкову Ну посмотрим Если я где-то Ее тут и упустил То мы ее сейчас найдем Если была Конечно Эта информация Верная Большой камень И мелкие камни Мать камней Так Ну где же подкова? Где же подкова? Я тут уж Все избегал Давайте тут еще посмотрим Кстати прикольный Камень Место для пикника Вот здесь да? Сидеть Костерок Разжечь Посматривать на свои поля Конечно же Это не сейчас Когда работа Не в проворот Так Подковы я тут Нигде не вижу Или Я не туда смотрю Или ее здесь Никогда и не было Кто его знает? В траве так точно нет На крыше же нет Правильно Ладно Да нет и сюда нет Не больно-то и хотелось Сказала лиса Когда прыгала За виноградом Да? Но так и не достала А он еще зеленый Так и я Нет так нет Вот сюда еще сбегаем Вдруг тут еще Что-нибудь интересное В кустах валяется Какой-нибудь Подберезовик Подосиновик Или еще чего-нибудь такое А вообще конечно Вот птички поют Круто Такое раннее утро В кустах бы Залечь Да поспать бы А не работать Так я тут не залезу Нет Тут пожалуй Тоже у нас А нет Получилось все в порядке Теперь бы Главное не вбиться Когда спускаешься Вот отсюда Последний проезд Мы с вами Сами сделаем Сейчас И что тут у нас 5 тонн 800 Отлично Как раз то Что я хотел Я хотел сюда Прицеп Не привозить свой И прямо Отсюда Пожалуй Мы с вами На комбане Отправимся На поле номер 2 Там тоже Канола Просто будем сюда Добавлять А потом уже И заберем И заберем С прицепом Отвезем На склад Я хочу на складе Сделать Чтобы было Как минимум По 250 тонн Каждой культуры И тогда Когда у нас Будет большой спрос У нас Будет сразу же Пол миллиона Я думаю Стоит дождаться Пока Не будем Отбирать Работу У Сидорича Я было Подумал Сейчас Пока мы С вами Находимся На этом поле То Смотаться То есть Взять Вот этот Распрыскиватель И Разбросать Удобрение Везде Но пожалуй Пускай работает Не будем Его отвлекать А сами Пока Поедем На поле Номер 2 К сожалению Вот такого Телепорта У нас Нет У нас Только телепорт На базу Мы можем Вернуть Нашу технику Только на базу А куда-нибудь На какое-нибудь Поле Нужно Вот так На своих Я хотел сказать Четырех Два Нет На своих Двоих Нет Наоборот На своих Двоих Нет На четверых У нас же Четыре колеса Да что там Говорить Я с утра Не выспался Как раз Вот Немножко Доспим Да Подремаем Пока будем Ехать Кстати Вот это Вот интересно Я сколько раз Тут проезжал И мне всегда Хотелось Посмотреть Вот ведет Какая-то Дорожка Сюда Что тут За дорожка Нет ли здесь Интересного Чего-нибудь Такого Ну Виды Открываются Да Крутые А в кустах Чего-нибудь Нет И эта Дорожка Нас Ведет Вон Куда-то Туда Интересно Ну давайте Сбегаем Подкова Супер Дальше Не будем Бежать Дальше С той стороны Забегать Будем Вернее Когда у нас Это что у нас Такое Не знаю Какие-то Ангары Ну скорее всего Когда у нас Будет Вот это Вот поле То тогда И посмотрим С той стороны Может быть Еще есть Подковы Как я уже Говорил Не знаю Зачем Они нужны Но так Как говорится Ачивка Включим Маячки Так как Сейчас Будет Наш Комбайн Занимать Всю Ширину Дороги Если Здесь Здесь Еще Мы Можем Более Менее Разъехаться Со встречными То Вон Там Где Нибудь Особенно На том Повороте Который У нас Идет Исселение Да Исселение Сейчас Тоже Пускай Видят Что мы Едем И Кстати Сейчас Я хочу Проверить Но Тут У нас Конечно Ничего Не Получится Если Мы Станем Вот Сюда Разгрузиться Мы Конечно Не Сможем Правильно Да Выставить Трубу То Я могу Но Из Этой Трубы Естественно Мы Сюда С вами Никаким Образом Расположите Трубу Над Прицепом Да Если Мы Даже Вот Здесь Расположим С вами Эту Трубу То Никак Конечно Но Проверить Нужно Было Я Так И Думал Что У нас Так Получится Но Как Говорится Проверить Нужно Окей Давайте Сразу же По полю Срежем Немножко Дай людей Не будем Пугать Такой Шириной Нашей Жатки Кстати Я Помню Что Я Где-то Когда-то Сюда Прибегал Смотрел Сколько Же Стоит Это Поле Ну-ка Сглянем Сколько Нам Нужно Будет Собирать На него 282 Тысячи Номинальная Стоимость Но Это Номинальная Как мы Знаем Мы Можем Купить Поле И за Половину Цены Но Практически Там Процентов За 60 Наверное Особенно Мне понравилась Покупка Нашего 14 Поля Которая Мы С вами Сделали За 30 Чем-то Тысяч А Номинал Там 70 Чем-то Короче Чуть Дороже Чем Половина От Его Стоимости Но Это Не Всегда Иногда Поле Номер 21 Оно Стоит 40 Тысяч С Копейками А Продавалось Мы Купили За 32 Поэтому Не Всегда У нас Так Так Удача За Полцены Поле Купить Вот Это Правда Я Б Хотел За 160 Тысяч Да За 190 Хотя Почему Нет Оп Сори Это Я Заболтался За 140 Тысяч 140 Вполне Реальная Цена Мы С вами Можем Ее Насобирать С вами Так Тут У нас Где-то Яйца Принимаются Пускай Пока Автомобили Там Сзади Постоят Оп Подзаработали Пару Десятков Баксов Поехали Дальше И Сейчас Бы Нам Не Встретить Ни Одного Автомобиля И Это Было Здорово Так Как Мы Тут С ними Точно Не Разменемся И Фонарей Бы Нам Сейчас Не Позбивать Так Машин Нет Сворачиваем Вот Здесь Я говорил Самое Узкое Место Самое Узкое И самое Такое Противное Здесь Постоянно Встречаются Автомобили Вон Я Так И Думал И Одному Из этих Автомобилей Можно Крышу Содрать Ну Или По крайней Мере Краску На крыше Поцарапать Ну Да Ладно Фиг с тем Автомобилем Мне Жатку Свою Жалко Жатка Это Не Казенная Жаткая Своя А потом Ремонтирую Так Сейчас Еще Узнаем Сколько Вот Это Поле Стоит И Недавно Буквально Продавалось Поле Номер Не Помню Какой Там Номер Но Вон Это Мелкое К К сожалению Я его Не успел Просто Забыл Что Оно Продается У нас И цена Там Довольно Таки Приемлемая Была Что-то Около 20 с чем Тысяч Но Пока Заработай То одно То второе И поле Кто-то Купил Какой-то Толстосум Так Это у нас Сколько 209 тысяч 4 гектара Ну Поле В 4 раза Больше По крайней Мере Чем Поле Номер 21 С Которого Мы С вами Только Что Работали И Только Что Едем Да Пока Что Рано Нам Об этом Мечтать Денег Нет Совершенно Тут Как Говорится Буквально Чуть У нас Этих Денег Есть Для того Чтобы Оплатить Работу Наших Наемных Рабочих И Все И Ждем Спроса Ждем Большого Спроса Потом Если Конечно Мы Его Не Дождемся Но Придется Распродавать Свои Запасы За пол Цены Но Так Пока Что Есть Хоть Небольшая Сумма Для Маневра Пока Что Я бы Конечно Не Хотел Так Вот Это То Что Я вам Говорил В прошлой Серии Да Если Ставить Время Если Ускорять И Время Роста Урожая Ускорять То У нас Вот Так Зебра Вот Получается Здесь Клочок Созрел Там Цветет Там Еще Только Всходит Короче Говоря Фигня Какая Сейчас Мы Этот С вами Клочок Уберем И Опять Нам Нечего Здесь Делать Нам Нужно Ждать Ждать Когда Вот Этот Урожай Созреет И Опять Ускорять Время Я бы Не Хотел Так Как Мы Сеем Ячмень На поле Опять Будет Вот Такая Петрушка Сходим С вами Проконтролируем Как Там Сидорыч Управляется И Немножко Удобрим То Поле Перетянем Технику Назад И Нам Нужно Пригнать Вот Сюда Прицеп Ок Стоп Все Тут Работа Кипит Здорово Половину Поля Он уже Сделал Молодец А тут У нас Как То И Поле Вроде Небольшое Да Че-то Он Как Слабо Работает Ну Ладно Задание Я отключил У нас Задания Теперь С вами Нет Вот Эта Штука Просто Так У нас Стоит Здесь Окей Тогда Мы С вами Наверное Будем Прощаться На этом Примерный План Работ Я Для Себя Определил Когда Я его Выполню И Когда Вот Здесь У нас Вырастет Все Тогда Мы С вами Еще Уберем И Встретимся Возможно Когда Уже Будет Большой Спрос Большой Спрос Так А ну Давайте Взглянем Ничего Я тут Не пропустил Кстати У нас Пшеница Пшеница Повышается В цене Да Ну Ка 652 Максимальная Цена Свекла У нас Большой Спрос Смотрите Больше Чем Два Раза Стоимость Вот Здорово К сожалению У нас Ее нет И У нас Получается На мельнице Да Свекла Два Раза Дважды То есть Цена В два Раза Выше Чем Просто Так У нас Нет Ни денег Ни техники Чтобы Эту Самую Свеклу Посадить А потом Еще И убрать Окей На этом Я с вами Прощаюсь Всем Спасибо Кто Смотрел Всем пока